Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также, друзья, я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Итак, друзья, мы начинаем очередной урок нашего года денег. И если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите же, пожалуйста, в чате, что видите вы меня и что вы меня слышите. Так, сейчас я старую запись откреплю, чтобы люди, зайдя на страничку, видели наш новый эфир. Так, и добавим описание. Так, сегодня я пробую делать эфир непосредственно в ВКонтакте без всякого зума и посмотрим, посмотрим, как это получится. Самое главное, меня интересует надежность и стабильность трансляции. Не будет ли каких-то сбоев и не будет ли каких-то задержек. Так, пока что я вижу и в звук, и вижу картинку, насколько я понимаю. Так, микрофон. Микрофон такой, какой надо, камера такая, какая надо. Хорошо. Все. Идем. На самом деле, я в прошлый раз у вас спрашивал, давать ли вам темы посложнее или дать ли тему попроще. Все сказали, давай жги, давай сложные темы. На самом деле, я сегодня хотел дать тему такую, ну, не очень сложную. И по мере того, как еще чуть-чуть, чуть-чуть продолжаю болеть, какой-то не очень, не очень хороший грипп нас настиг всю нашу семью. И всю прошлую неделю у нас и ребенок дома сидел, а вот и до сих пор, до сих пор еще какие-то последствия ощущаются. Поэтому, возможно, будут сбои с голосом. Так, все, все 12, 12.01, можно начинать. Да, так вот, тема, которая, ну, в общем, мне она казалась достаточно простой. И я, в общем-то, даже конспект по поводу нее не планировал писать. Но чем дальше я начал в нее погружаться и обдумывать, тем больше я видел в этой теме каких-то новых и новых аспектов. И я ее планировал дать чуть-чуть дальше, уже в следующем году, но она как-то вот сама собой выскочила и стало понятно, да, то есть логика тренинга, чем мне нравится этот тренинг годовой, да, то есть он встраивается в жизнь. И он начинает в какой-то момент, да, естественно, я изначально там еще летом планировал, набрасывал какой-то план, да, какие темы в каком порядке давать. Но начинаются какие-то процессы, и тренинг начинает жить какой-то своей жизнью, да. И я вдруг понимаю, например, что там по каким-то признакам, что надо вот сейчас, надо дать эту тему. И вот сегодня как раз по этой причине я дам эту тему. По заголовку вы уже, наверное, поняли, о чем пойдет речь, да, что наша жизнь. Что наша жизнь? Наша жизнь – это игра. И вот это, сама вот эта тема, да, сам вот этот подход к игре, он в течение вообще всей моей жизни, он трансформировался и менялся. Вообще, впервые я об этом как-то так всерьез задумался в студенческие годы, когда прочитал, ну, как и все мы, смею надеяться, да, прочитали книгу нидерландца Йохана Хейзинга «Хомо Люденс», «Человек играющий». Кто из вас читал Хейзинга? Два труда у него таких основных, осень средневековья и «Человек играющий». В 90-е годы безумно популярно, все его читали со страшной силой. И главная мысль, которая в то время как-то на меня такое произвело впечатление, да, то, что игра была раньше, чем культура, да, то есть то, что игра является основой культуры. И все, что, все, из чего состоит культура, да, вплоть до религиозных обрядов, Хейзинга возводит к игре. Это интересная мысль, и она такая, ну, не глупая и не очевидная. Но тогда она на меня как-то особого впечатления не произвела. Мне казалось, что это, ну, некое такое упрощение. Ну, и, естественно, Эрик Берн, «Игры, в которые играют люди», «Люди, которые играют в игры», «Пидиология». Тоже безумно популярная книга была в 90-е годы. И тоже, да, вот «Любимая книга по профессии», да, я читал, пишут. И Берн это уж точно, я думаю, что все, у кого есть высшее образование, читали. Потому что, ну, если есть психологический факультет, то обязательно, обязательно его изучали. И мне тоже это казалось, ну, каким-то таким, ну, не знаю, попсовым таким упрощением. То есть мне казалось, что все гораздо сложнее и, скажем так, хаотичнее. И в то время один мой приятель, я не знаю, сам ли он выдумал эту игру, либо где-то увидел, подсказал, не так уж и важно. Приятеля звали Лезик. И вот он, как-то мы сидели, выпивали в общежитии, и он предложил мне такую карточную игру, в которой один игрок устанавливал какие-то правила, но не говорил о них. А второй игрок делал какие-то действия, да, и первый игрок ему показывал, правильно это действие, либо неправильно, да, и делал какие-то ответные действия, да, вознаграждал или, наоборот, там, наказывал, допустим, щелкал по носу за неправильное действие. Задача второго игрока была понять, какие правила. То есть он выигрывал в тот момент, когда он говорил, правила вот такие-то. То есть вот как только я понимаю, какие правила, он выигрывает. И первый игрок в этой игре назывался Господь Бог. И при этом изначально это была карточная игра, да, то есть, допустим, там, правило, там, условно говоря, красную карту надо положить сюда, а черную вот сюда, да, там, самые простые правила. Мы не придумывали сложные правила, они были достаточно простые, да, и дальше мы начинали придумывать и фантазировать, да, более какие-то более сложные, интересные, выходящие за пределы этих самых, да, например, нужно было взять карту и сказать какое-нибудь слово, да, и это уже гораздо сложнее, гораздо сложнее понять и выявить. А какой же, ага, вот надо что-то сказать, а что, да. И вот такая интересная достаточно игра, я нигде больше такую игру не встречал, то есть вполне может быть, что это его авторская какая-то задумка. И мне это очень понравилось, да, то сама вот эта идея, то, что Господь ведет с нами какую-то игру, и наша задача в этой игре понять, какие правила. Есть, кстати, женщина-коуч, я не помню, сейчас не вспомню ее фамилию, она позиционируется как личный коуч Тони Роббинса. Я смотрел ее интервью несколько лет назад. И вот она как раз таки автор нескольких книг, там «Жизнь – это игра, и я знаю правила». «Любовь – это игра, и я знаю правила». Это очень неглупо, на мой взгляд. И потом, через какое-то время, уже забыв об этом, уже много что происходило, я попал в школу игры Димчока, Вадима Димчока. Кто из вас, друзья мои, проходил какие-то тренинги школы игры? Мадам Сдам. Совершенно верно. Кто из вас проходил какие-то тренинги? Да, Берна точно читали. Берна сейчас читают все. Она и сейчас довольно популярна. Но мне просто кажется, что это все равно, что, не знаю, Фрейда сейчас читать. Не очень понятно, зачем. Кажется, что это все такие вещи, которые лет 30 назад прочитаны. Да, совершенно верно. Да, похожая история. Отгадать задуманные правила есть в одной трансформационной игре «Империя мамы». Замечательно. Вообще не слышала про эту школу. Ну вот, тогда, друзья мои, я вам сообщаю о том, что есть такая школа игры. У Димчока, к сожалению, нет. В смысле нет, Олеся, я не понял. По-моему, все у них там в порядке. Идет тренинг. Я, во всяком случае, где-то недавно видел рекламу очередного тренинга в Подмосковье. Поэтому, если захотите углубиться дальше в эту тему, то я рекомендую пройти основные его тренинги. Я прошел все три базовых тренинга и четвертый «Тайные практики». Причем мне повезло, я попал на первый тренинг «Тайных практик» на Кипре. И это было, конечно, очень круто. И вот, да, Димчок два или три раза было у меня на подкасте. Тоже можно найти, либо у нас в группе ВКонтакте там все записи сохранены, группе нашей сценарной мастерской, либо на Ютубе. На Ютубе, по-моему, не все интервью просто сохранились. Найти мои интервью с Вадимом, он великолепный собеседник, конечно, такой трикстер, замечательный провокатор, и с ним беседовать на любую тему, конечно, отдельное удовольствие. Так вот, вот то, что он сформулировал идею, я не совсем с ней согласен, но я понимаю, что он хотел сказать этой сентенцией. Мы никогда не будем счастливы в играх, придуманных другим. На самом деле, на мой взгляд, можно быть счастливым в игре, придуманной другим. Можно вполне, почему нет? То есть большая часть человечества совершенно спокойно существовала в играх, придуманных другими. Например, такая замечательная игра под названием христианство. И совершенно спокойно человек принимает это христианство, идет в монастырь, живет монахом, всю жизнь счастлив, и после смерти отправляется в рай или становится святым. То есть человек проживает игру, придуманную другими, и нормально, отлично себя чувствует. То есть если вы понимаете цели игры, если вы понимаете правила игры, и если вам эта игра подходит, то есть если вы ее присваиваете, делаете ее своей, то ничего, на мой взгляд, плохого нет в том, чтобы прожить чужую игру и быть в ней счастливым. Но я понимаю, зачем именно такая резкая формулировка, потому что большая часть людей живет в чужих играх, и им эти игры не нравятся. Но возможности покинуть игру или начать выбрать какую-то другую игру большинства людей просто нет. Сейчас этих возможностей, конечно, становится больше, но, например, вот мы там 70 лет всей страной играли в одну невеселую игру, и возможности вырваться из этой игры абсолютно не было в игру под названием социализм. А на другой стороне лужи другие люди сидели и играли в капитализм. Тоже та же самая игра, не всем она нравилась, и получалось так, что там все играют в игры, которые им не нравятся, и все несчастны. Потом дальше попали мне в руки книги Георгия Петровича Щедровицкого. К сожалению, я не застал его вживую. Очень мало его лекций сохранилось, которые можно вживую послушать его голос. Но, тем не менее, труды его изданы. Есть великолепное десятитомное собрание сочинений Георга Петровича Щедровицкого. У меня к нему сложное отношение. Я по очень многим позициям с ним не согласен, но это тот самый собеседник, с которым приятно и интересно быть не согласным. Я, опять же, прочитал, даже не то, что прочитал, а проработал с блокнотиком в руках все эти 10, на самом деле 11 томов. Вернее, 9 томов, но на самом деле 10. И он разработал такую концепцию организационно-деятельностных игр. То есть, по сути, это такие коучинговые сессии, которые проводятся для крупных коллективов. И вот эти игры позволяют принимать сложные управленческие решения, которые невозможно увидеть никаким другим способом. То есть, это немножко похоже на штабные игры военные, когда садятся военачальники и начинают думать, ага, вот мы войска сюда двинем, если да, то что сделает противники. Из-за того, что есть люди, которые играют за нас, и люди, которые играют за них, да, есть возможность предсказывать и понимать реакцию другой стороны. Вот здесь то же самое. И там как раз два тома в этом собрании сочинений посвящены вот этим играм. Очень интересная штука. Жаль, что она как-то... Мне кажется, сама эта концепция заслуживает гораздо большего внимания, чем есть сейчас. И они решали проблемы, ну, например, там, проблема реконструкции Белоярской АЭС. То есть, одна из задач у них была, там, типа, два реактора, и что с ними делать, да, то есть, останавливать АЭС и отправлять на реконструкцию или там... И так далее, да, сам контент не важен, да, но важно то, что обычным взглядом они это управленческое решение разглядеть не могли. А проиграв, там, 10 дней, по-моему, у них делась игра, да, после этого они выработали решение, которое и было применено. Понимаете, да, АЭС, цена ошибки очень высока. Или, например, управленческая реформа КАМАЗа, да, то есть тоже огромные предприятия, большие сложности с управлением, и вот они, собственно, помогали эти сложности преодолевать. И дальше, если мы начинаем видеть, как работает игра, дальше мы развидеть это уже не можем, да, то есть мы везде начинаем видеть игры. И мы понимаем, что, например, футбол – это игровой аналог войны. Бокс – это игровой аналог драки, да, то есть это такая смертельная битва, да, в которой люди не убивают друг друга насмерть, потому что у них там есть перчатки, да, есть что-то, что смягчает удар, да, то есть делает драку более безопасной для участников. И даже, наверное, еще точнее будет рестлинг, да, в котором там каждый удар рассчитан, да, и то есть мы как бы видим драку, но при этом нанесение травм не происходит, серьезных во всяком случае, да. Танго – это секс, да, то есть когда мы в танце можем прожить целый роман, да, то есть такой тест-драйв соития, все стадии отношений, да. А медитация – это такая своеобразная игра в смерть, да, то есть мы как бы уходим за пределы, за пределы нашего мирского существования и смотрим, собственно, а что там за этими пределами, да. Холотропное дыхание – это игра в рождение, да, то есть мы как бы проигрываем в игровой форме, проигрываем ситуацию, которую мы никаким другим способом повторить и проиграть не можем. Психотерапия – это игра в жизни. Да, то есть мы вместе с напарником, психотерапевтом, да, мы как бы проживаем, безопасно проживаем некие жизненные ситуации, да. Коучинг – это игра в будущее, да, то есть когда вместе с коучем мы проигрываем какие-то будущие жизненные ситуации. Понятно, что я, естественно, тоже это упрощаю, да, но тем не менее. И дальше, да, то есть если мы видим, что вот есть какие-то виды деятельности, которые, по сути, являются играми, и мы начинаем смотреть дальше и видим, что, по сути, мы постоянно находимся в игровых ситуациях, да, то есть, например, работа, что это такое? Ну, она имеет все признаки игры, да, то есть там есть правила определенные, там есть игроки, там есть роли, да, есть роль начальника, есть роль подчиненного, есть ограниченное поле игры, да, то есть ты вышел с работы, да, и для тебя игра закончилась, да, так же, как в футболе. Ты мяч вышел, покинул пределы поля, все, игра закончена. Или игрок вышел за пределы поля, игра закончена, да, и вы получаете какое-то вознаграждение за соблюдение правил на работе, за нарушение правил, ну, вас штрафуют, например, или увольняют, да, то есть вы каким-то образом вас наказывают. Семья – то же самое, игра, да, то есть мы договариваемся о каких-то правилах, и дальше мы начинаем по этим правилам взаимодействовать. Да, образование – это тоже игра, да, со своими правилами и со своими ролями. Например, вот мы с вами здесь все, да, то есть я выполняю роль тренера, да, то есть выполняю роль мастера игры. Вы выполняете роль участников тренинга, да, то есть у меня есть своя задача, и вы очень удивитесь, если бы я, например, вышел в очередной эфир и сказал, так, ребята, сегодня что-то мне не хочется вести тренинг, поэтому я вам буду петь матерные частушки. Да, и два часа я пою матерные частушки. Я думаю, что вы бы очень сильно удивились такому повороту, да, или, например, если бы вы пришли сюда и вместо там написания отчетов начали бы мне, не знаю, Валентинки слать в каждом комментарии. Я тоже, наверное, в этом случае очень сильно удивился, да, потому что, ну, есть установленные правила, и ни матерные частушки, ни Валентинки этими правилами не предусмотрены. Насколько это понятно пока вот то, что я до этого момента вам рассказал? Или если что-то оказалось непонятным, то задайте вопросы. А, Олеся, имею в виду, что не происходило. Да, такая игра. Так, образовательная наша школа тоже игра, но, разумеется, конечно же, да, то есть у школьников есть определенные правила, да, и мы видим разделение ролей, например, условно говоря, да, там в нашем возрасте была там школьная форма, да, там девочкам нельзя было красить губы и носить сережки, да, и так далее, и так далее, да. Да, есть уроки, ты должен прийти на урок, и по звонку ты приходишь, садишься и делаешь что-то. Тебе дают домашние задания, ты их выполняешь, да. Звонок звенит, вас как бы с урока отпускают. Прям представил это матерные частушки. Да-да-да, я ору частушки, куда идти послушать. Окей, хорошо. Так, все понятно. Идем дальше, двигаемся дальше. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. И есть люди, с которыми наверняка вам тоже приходилось сталкиваться. Вот интересно, я вам сейчас опишу таких людей, а вы вспомните, случалось ли вам сталкиваться с такими людьми в своей жизни. И напишите в комментариях, бывало или нет. Вот смотрите, например, есть какие-то правила в общении. Мы устанавливаем какие-то правила. Например, мы общаемся в курилке. Это значит, что мы курим. Я уже не курю много лет, но я в курилках и не общаюсь. Или, например, мы можем матом ругаться, общаясь в разговоре. Или, например, скажем, меня поразило в свое время, я с коллегой с одним говорил, что вот типа у него начальник был, начальник налоговой полиции в Вологодской области. Я ему сказал, что скажи начальнику, что вот так и так надо сделать. Он говорит, Саша, ты вообще не понимаешь. Он мне говорит, разойдись, я разворачиваюсь и выхожу. То есть там общение вот такое. То есть люди в погонах. И мы сидим, общаемся. И, допустим, я ухожу, а он еще должен остаться. Я, естественно, вольно совершенно себя веду. А он говорит, товарищ такой-то, такой-то, а разрешите остаться для продолжения разговора. И он говорит, разрешаю. И он там. Или разрешите идти. И уходит. То есть есть определенные правила даже в разговорах. То есть армия, это, конечно, армейские спецслужбы, они очень рекламентированы. И вот есть люди, которые устанавливают такие правила в разговоре, а потом их произвольно меняют. Например, девушка общается с парнем, разговаривает и предельно откровенно рассказывает о каких-то своих физиологических функциях. Да, вот я не буду примеров приводить, чтобы вы прям совсем в это не погрузились. Ну вот абсолютно предельно откровенно рассказывать. Но стоит ему поддержать эту игру, например, сказав то же самое, что-то про свою подругу, например, или про себя, она тут же взрывается, как ты смеешь вообще, что вообще происходит, что такое ты тут говоришь, как можно вообще вслух такие вещи говорить. Или, например, ругается матом, как сапожник, но стоит подержать и тоже матом ругнуться, да, сразу такой, а почему ты материшься? Или, например, там человек примерно одного с тобой возраста, да, называет тебя на ты, но стоит ему это ты вернуть, да, он либо оскорбляется, либо передергивается. У меня такое прям вот несколько раз было, да, то есть человек устанавливает какое-то правило, начальник, например, продюсер какой-нибудь, да, который там со всеми общается на ты, да, вот он, все ему там, Семен Семенович, да, а он всем ты, Саша, ты, Коля, да, мне как бы пофиг, да, то есть мне на иерархии наплевать, да, и если человек мне говорит Саша, я ему скажу Сережа. Вот, я вижу, что человеку не по себе, да, и он из-за того, что ему некомфортно, он меня начинает называть Александром, да, я тогда, окей, хорошо, мы нащупали границу, да, то есть мы определили новое правило, да, Сергей и Александр, да, то есть вот есть такие люди, которые устанавливают правила, а потом сами же их нарушают, да, например, закурил сам, а ты закуриваешь, достаешь сигареты, да, и он тебе говорит, а что ты куришь, что ли, да, здесь нельзя курить, или там тебе нельзя курить. И каждый раз, когда такое происходило, я интуитивно, неосознанно, я с такими людьми сразу же прекращал общение. Вот бывали ли у вас такие, видели ли вы таких людей? Практически любое взаимодействие, игра с ясными или не очень ясными правилами. Совершенно верно, да, то есть как только система возникла, да, то есть два человека к вам подошли, спросить дорогу, все, у вас уже какая-то игра началась между собой, и там установлены какие-то правила. Да, вот смотрите, вы очень точно определили, да, то есть люди установили правила отдельно для себя, а отдельно для других. Да, то есть, и дальше ваше, вы готовы принимать эти правила, да, либо нет. Да, и самое обидное, да, это когда правила все время меняются, да, то есть установлено правило, да, то есть вас держат все время в состоянии такого дискомфорта. Вот, кстати, есть такой замечательный режиссер, Ларс фон Триер, весьма талантливый человек, но большая часть того, что он делает, да, ну, он много что делает, но большая часть того, что он делает, да, он устанавливает какие-то правила, а потом эти правила нарушает, да, то есть он делает какие-то вещи, какие-то сцены для того, чтобы зритель испытал те или иные эмоции, а потом зрителя же за эти эмоции стыдит, да, то есть тыкает его носом, да, то есть, условно говоря, в догвеле там есть момент, есть фраза, после которой зрители в любом зале начинают аплодировать, да, и он прям вот носом тыкает в это, ты тоже такой же. Вот это такое нарушение, такая провокация, нарушение правил. Так, «Жестокий игр» тоже, помните, это не Ларса фон Триера фильм, но там тоже замечательный, замечательный есть момент, где молодые люди такие, бандиты, издеваются над молодой женщиной же, и в какой-то момент, опять же, да, мы должны в этот момент вроде бы, ей сопереживать, но все построено таким образом, да, что мы наслаждаемся этой сценой, да, и вот, когда это происходит, герой поворачивается к экрану, к зрителям, и в лицо им говорит, а вам же это нравится, да, вот это такое установление правил, и нарушение, нарушение собственных правил, да, для того, чтобы вывести в дискомфорт. Ларс фон Триер это делает, кстати, вот на уровне физиологии, извините за такой экскурс, да, просто это довольно любопытная тема, например, он монтирует сцены с пересечением линии взаимодействия, то есть, когда идет диалог, да, есть такой прием, восьмерка, да, когда два человека стоят, и вот с этой стороны, с одной стороны стоят две камеры, одна на одного героя, другая на другого героя, и когда это монтируется, как ни смонтируй, все будет нормально, так вот, и вот стоят герои, между ними есть линия взаимодействия, и по классике, нельзя пересекать линию взаимодействия при монтаже, и он специально делает одну камеру с одной стороны, а другую камеру с другой стороны, и при каждой склейке у нас мы вздрагиваем, просто мы такие не понимаем, что это за люди, как они тут возникли, да, то есть такое нарушение географии, это очень дискомфортно наблюдать, но при этом человек, который не понимает этого, да, он не понимает, что случилось, да, почему у него такой дискомфорт, да, мама мужа его била, но говорила, что конфликты надо решать словами, вот классика, это прям вот классическая тема, да, когда на ходу меняются правила игры, то это прямо жесть, называют, называют лицемерием, сектанство тоже про это, абсолютно, вы абсолютно правы, да, двойные стандарты, да, вот это все, это все про про это, да, максик, иди, пожалуйста, погуляй, папа вебинар ведет, ребят, заберите кто-нибудь ребенка, и дверь закройте, ребенок у нас сидит, сидит, болеет и скучает, так, хорошо, значит, идем дальше, и вот если начинаешь повсюду видеть игры, да, то есть ты видишь, что это игра, ты понимаешь, какие правила, да, или понимаешь, как догадаться, про эти правила, проще понимать, как себя вести, да, и можно начинать самому себе создавать какие-то игры, делая, например, неприятный и небезопасный процесс, приятным и безопасным, вот я вам приведу пример такой игры, вы, наверное, все Таню Мужицкую знаете, я ее часто поминаю, и мы с ней, она тоже у меня тысячу раз была в гостях, на эфирах, по-моему, я как-то посчитал, сколько раз она была у меня в эфире, получилось по 8 раз, или 9, да, больше, чем кто бы то ни было, и я тоже у нее был на МЛП практике, каждый год выступаю, в общем, дружим мы уже довольно давно, лет 8, и как-то мы сидели утром, и трепались в личке, просто за жизнь, вот, и я что-то так решил поныть, говорю, что-то вот хочется мне поныть, и говорю, ты знаешь, вот мне сегодня в налоговую идти, это было, там, два года назад, надо было подключать, была очередная какая-то налоговая ревизия, и надо было всех, всех эпэшников заставляли подключать онлайн-кассовый аппарат, то есть до этого можно было, можно было принимать оплаты, все, то есть все, все нормально, мы платим налоги, то есть никакого черного нала, тут не подумайте, но кассовый аппарат до этого были только у тех, кто вживую, за живые деньги продали, нас это не касалось, а тут говорят, все, те, кто в онлайне работает, тоже надо кассовый аппарат подключить, естественно, это онлайн-кассовый аппарат, и это дикий геморрой, это два раза ехать налоговую, процесс я не понимаю, да, то есть уверен, что кучу ошибок наделаю, и так далее, и так далее, и тут она мне пишет, слушай, говорит, а ты подключи не кассовый аппарат, а кассовый аппарат удваивающей доходы, я такой, о, интересно, говорю, спасибо за идею, хорошо, и пошел подключать себе кассовый аппарат удваивающей доходы, забегая вперед, скажу, ну, удваивающий, не удваивающий, но доходы увеличились с тех пор, у нашей мастерской, и дальше я иду, и думаю, я представляю вот всю картину, то есть я знаю, этот процесс общения с налоговой, там, приходишь, тебя отправляют в какой-то кабинет, ты приходишь, и видишь там толпа таких этих ИПшников, 30 человек, ты ждешь 4 часа, потом тебя вызывают, заходишь, там сидит какая-то тетка усталая от жизни, или дядька такой в костюме помятом, да, он смотрит, говорит, а что ты тут принес, а, ну, ладно, ну, давай, а у тебя тут ошибка, иди переделывай, да, ты едешь домой, переделываешь, приезжаешь, опять отстаиваешь очередь, у тебя еще вот тут ошибка, иди переделывай, так ты там две недели туда-сюда ездишь, я вот это вот все представляю, и тут я думаю, так, стоп, это же все, весь этот процесс происходит только у тех, кто подключает онлайн-кассы, а я-то еду подключать кассовый аппарат, увеличивающий доходы в два раза, это же совершенно другая ситуация, да, и я начал думать, окей, хорошо, а зачем я еду в налоговую, да, то есть такой аппарат надо должны подключать не в налоговую, а в Гринготсе, помните, да, в Гарри Поттере, наверное, так, хорошо, что Гринготс, адрес Гринготса, совпадает с адресом нашей налоговой, и она находится в Перове, что мне не надо куда-то там в дальние края ехать, отлично, дальше думаю, так, интересно, и посмотрим, кто, кто же меня там встретит в этом Гринготсе, значит, я захожу, и оказывается, что там уже отладили, это же Гринготс, это же не налоговая дурацкая какая-то, да, там уже отладили все эти механизмы, да, там встречает женщина и говорит, что у вас, какой вопрос, я говорю, вот такой-то, она говорит, нажмите кнопку такую-то, я нажимаю, выскакивает этот самый, выскакивает талончик, я думаю, ну, сейчас сидеть два часа ждать, значит, смотрю на этот самый, ну, думаю, блин, это же Гринготс, да, я же, это в обычной налоговой, я бы ждал, а в Гринготсе, наверное, не должно так быть, вот, и я смотрю на окошечко, и в этот же момент, вот, не соврать, секунду, я беру талончик, и тут же загорается мой номер, и дальше, друзья мои, угадайте, кто выходит, вот просто предположите, напишите в комментариях, предположите, кто выходит, да, зеркало Танина очень много дала, я всем нашим участникам мастерской, всем рекомендую проходить зеркало и шахматы, гоблин, мужицкая, дамблдор, да, вы уже рассказывали, да, я рассказывал в прошлом году эту историю, поэтому некоторые, ну, мне просто интересно, да, дать вам тоже немножко в это поиграть, да, тем, кто не слышал мои рассказы, вы хоть парень в татуировках, с головы, вот не соврать, он весь вообще с головы до ног в татуировках, в пирсинге, в феньках, вот, и это прям замечательно, я ему, я сказал ему, что вы офигенно выглядите, и он очень приветливо, все мне, все помог, рассказал, и действительно у меня была ошибка там, потому что, ну, сложно заполнять все эти документы, там куча цифр, и он говорит, вот тут вот у вас ошибка, я говорю, да, и что делать, он говорит, не проблема, я сейчас исправлю, забью там, в этом самом, в аппарате, да, то есть он мне все сделал, и говорит, теперь едьте туда, едьте там домой, подключайте это, нажмите там вот то-то, 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 и потом опять приезжайте, да, вот я съездил, подключил, нажал, вернулся, и все это за два часа, все, Путин, да, и все сделал, я его назвал, да, забыл имя молодого человека, я его назвал молодым Джо Роганом, потому что он действительно был на Джо Рогана, похож, да, то есть такой прям накачанный, и вот очень-очень классно и позитивно выглядящий, то есть понимаете, да, если бы я, дурак, поехал бы подключить, в 20-ю налоговую поехал бы подключать онлайн-кассу, то меня бы там встретила вот та самая усталая от жизни тетка, и очередь 30 человек, но я, слава Богу, и спасибо мужицкой, поехал в Грингоц подключать кассовый аппарат, увеличивающий доход, вот, и поэтому получил огромное удовольствие, да, то есть вот включение игрового процесса в некий процесс, который превращение такого скучного интересного процесса в игровой, да, и от которого ты начинаешь получать удовольствие, проходя этот сюжет. Итак, что такое игра? Давайте мы обозначим некоторые понятия того, что такое игра и как это работает. Сразу скажу, что вот эти определения, которые я сформулировал, это мое понимание того, что и как это работает, да, то есть это не откуда-то взятые определения. Возможно, они не совпадают с тем, как кто-то другой имеет об этом представление. Итак, что такое игра, на мой взгляд? Это процесс, который позволяет безопасно воплотить потенциально опасные ситуации, вырабатывая в итоге либо решения, либо навыки, либо получая необходимые ресурсы. Да, то есть здесь важно все, да, то есть здесь важно то, что это процесс, важно то, что он безопасный, да, и что он помогает воплотить потенциально опасные ситуации, да, и в результате вы получаете либо решения, либо навыки, либо необходимые ресурсы. Дальше. Следующий. Давайте я дам все определения, вы их внимательно прослушайте, и если что-то будет непонятно, помечайте себе и зададите вопросы. Дальше. Автор игры. Автор – это тот, кто устанавливает правила. Осознанно или неосознанно это происходит, да, если вы устанавливаете, вот тот, кто устанавливает правила, и роль автора может взять любой участник игры, да, то есть если он достаточно авторитетен для того, чтобы остальные участники начали эти правила соблюдать. Дай вот тот, кто устанавливает правила, он становится автором. Дальше. Что такое правило? Правило – это установленный порядок последствий действий, да, то есть если я делаю действие А, то я получаю результат Б. Да, и они всегда, вернее так, делаю действие А, получаю результат А. Давайте так, чтобы не сбивать толстку, да. Если делаю действие А, Б, получаю результат Б. Да, то есть определенный результат всегда соответствует определенному действию. И если вы меняете действие, вы получаете другой результат. Дальше. Нарушитель. Это тот, кто нарушает правила и получает установленное наказание. При повторении однократным или многократным он выбывает из игры. Дальше. Игрок. Игрок – это тот, кто принимает решения и совершает действия. Игроков может быть несколько. Автор может быть игроком. Естественно. Но не обязательно. Дальше. Персонаж. Персонаж – это тот, кем управляет игрок. Демчок это называет ролью. Мне не очень нравится роль. Мне скорее, ну, в силу моих литературных корней, что он называется, да, у него корни актерские. Я помню, мы с ним когда там встречались, я ему подарил, он коллекционирует колокольчики. Я ему подарил такой серебряный колокольчик сверху, где был такой трехголовый змей Горыныч. И я ему сказал, что это автор, персонаж и читатель. А вот, у него есть такая концепция зрителя, актера и роли. И он так ухмыльнулся. То есть, такая проекция его концепции. Дальше. Персонаж – это тот, кем управляет игрок. И у одного игрока может быть неограниченное количество персонажей, которых вы достаете из сундучка в тот или иной момент. То есть, мы, например, можем стать персонажем. То есть, я общаюсь когда с женой, я каким становлюсь персонажем? Я становлюсь мужем. Я выполняю роль мужа. Когда я играю с ребенком, я становлюсь персонажем отец. Совершенно другим персонажем. У меня даже возраст меняется. Когда я с ребенком общаюсь, я становлюсь старше. Когда я с женой общаюсь, я становлюсь младше. Когда я с тещей общаюсь, я становлюсь еще младше. да потому что у меня роль взять да и вот этих вот разных персонажей мы на себя в тот или иной момент надеваем дальше действие действие это то что меняет текущую игровую ситуацию дальше я вам вот все эти чтобы вы сейчас судорожно не записывали я в описании урока я добавлю весь этот глоссарий игровая ситуация это отношение и взаимодействие игрока персонажей фигур и фона настоящий момент да то есть каждую секунду игры существует та или иная игровая ситуация и при любом изменении игровая ситуация тоже меняется дальше путь путь это способ прохождения квеста да то есть существует больше чем один способ прохождения любого квеста в игре что такое квесты квесты это сюжетные линии которые проходят игрок при этом что происходит что-то сбивает игрока с пути все время а потому что мы иначе неинтересно играть бы этот что это тень до тень это то что вот все что сбивает игрока с пути является тень и роль тени может исполнять и автор игры и другой игрок и фигуры какие-то iphone да вот все что сбивает игрока с пути этот день в нем в самом может появиться тень какая-то и начать его сбивать путь дальше правило правило это способ измерения потраченного или полученного ресурса да то есть есть установленный порядок надо мне это как-то разделить да есть установленный посряд порядок действий я бы я поменяю здесь мне не нравится то что и тут правило и тут правило да то есть должен быть должен существовать способ измерения счет давайте счет на счет этот способ измерения счет счет в игре измерения потраченного или полученного ресурса да то есть вы допустим играете в зарабатывание денег до заработали денег там занимайтесь предпринимательства и вашим ресурсом являются деньги не знаю там пушкин ведет дон жуанский список его ресурс да это там количество полученных коллекцию женских сердец я специально таки ну радикально разные примеры привожу то есть ресурсом может быть все что угодно да то есть если вы там не знаю бегаете марафоны ресурсом может быть количество пробежан километров дальше поле игры это ограниченное пространство в котором происходит игра и при выходе с поля игры игра прекращается да то есть и опять же вы можете естественно быть постоянно находиться на нескольких полях одновременно но важно то что как только вы с поля вышли до игра сразу же прекращается очень интересно это работает соцсетями да то есть ты вышел там не знаю с фейсбука да и ты игра в пользователя фейсбука мгновенно закончилась да то есть даже чувствует начинаешь себя немножко по-другому дальше setting среда в которой происходит действие да то есть это наполнение поля да то есть это то чем наполнено поле на это место время условия действия дальше ресурс это все что получает или теряет игрок в результате прохождения квеста фигуры это персонажи участвующие в игре но не являющиеся не являющиеся игроками любопытный момент когда человек осознает что он не является игроком а является фигурой да как фигуре превратиться в игрока ну начать проходить квест да то есть начать делать какие-то действия получать какие-то результаты и при этом есть еще пустышки то есть есть персонажи которые находятся на поле но при этом в игре не участвуют да то есть и тоже надо научиться отделять игроков от фигур и от пустышек да то есть бывает так что ты взаимодействует люди годами с пустышкой с какой-нибудь взаимодействует да и тратятся и сливают на него ресурс у меня такие случаи тоже были когда на пустышку сливаешь большое количество ресурсов и времени идей дальше фон все что не участвует в игре но находится на поле это все ну и знаки это подсказки которые помогают проходить квесты да то есть для того чтобы мы поняли какое действие делать мы должны увидеть какой-то знак да в некоторых случаях к некоторым играм прилагаются инструкции да достаточно прочитать инструкцию да например там если вы религиозный да то но у вас есть инструкция библия да или кора берете читаете текст или три эпитока и соответственно там все там все расписано все указано что вы должны делать для того чтобы получать заявленный результат и есть такой персонаж как хакер это человек который умеет взламывать игру да то есть человек который находит способ нарушая правило не получить наказание а вместо этого получить незапланированный результат вот основные понятия того как устроена игра и как это работает если есть вопросы то я готов готов на них отвечать так чем отличается персонаж от фигуры значит смотрите персонаж это наша роль да то есть это то что мы на себя натягиваем и чем мы становимся а то есть и мы начинаем действовать да то есть мы управляем то есть персонажем у про персонажем управляет игрок какой-то да фигуры это функции да то есть это персонажи которые в игре участвуют но игроками не являются да то есть условно говоря там водитель такси да если он не просто нас довез туда куда надо да и все больше ничего не сделал да это пустышка да то есть он не участвует в игре да он просто находится на поле но если например он дал нам какую-то подсказку да интересный как в разговоре натолкнул на какую-то мысль да он становится фигурой он включается в игрой но игроком он не является самостоятельным игроком он не идет в вашей игре дал вам не не может быть союзником да то есть не вы его дальше не встретить да то есть пустышка это функция которая никак не влияет на результат до условно говоря если вот пример с таксистом да то есть если нет никакой разницы какой таксист нас довез до до места да может это то может вот это ничего не изменилось да он ничему ничему вас не научил и не ничего не дал то есть вы даже не заметили что он там существовал но вам надо было доехать до из точки а в точку б пустышка вот а если например там у меня был случай когда там мы с сыном тоже сели в такси и там был человек летом это было такое обезумевший от жары который прямо вот нарывался на конфликт у него там играла как чудовищная советская попса на стуле лежал на кресле детском лежал какой-то пакет да то есть он явно нарывался на конфликт да и да то есть это фигура да то есть это не игрок который никак не участвует да но он при этом навел меня на некие определенные мысли естественно попросил остановиться тут же мы вышли да это спокойно спокойно и так далее так далее да как отличить пустышку от реальных персонажей фигур и всех остальных только опытом да то есть нет какого такого явного признака того да то есть мы только постфактум видим по результатам действий да то есть не может быть такого да что а вот все я я понимаю что пустышка только очень чаще всего только когда вот вы уже прошли повзаимодействовали да и вы понимаете то что да это например если уж о конфликтах поговорили там кто читает меня вконтакте я вам рассказываю историю о том как там женщина на меня напала в метро там не понравилось ну у меня ребенок я я мне руки нужны для того чтобы за ребенком и ребенка держать вот хотя большой достаточно но просто ну метро надо надо успеть его схватить если что чтобы он куда-то там не это самое вот и она на меня напала что типа какого черта рюкзак рюкзак с ними и и очень так ну агрессивно да и я снял рюкзак все мадам все в порядке вот и в ту же секунду в вагон вошли там я не помню сейчас то ли пять то ли шесть мужиков на следующей станции разных они не не друг с другом шли да с рюкзаками да и вот в этой ситуации да я понимаю что женщина и эти мужики это фигуры да то есть ни один из них не является самостоятельным игроком они не являются пустышками потому что они несут несут месседж да а водитель метро который вез нас он пустышка то есть он замени его на на любого другого да то есть если вы понимаете что персонажа можно заменить на любого другого это пустышка так когда он становится игроком когда обретает способность к самостоятельному принятию решений да то есть это не всегда не всегда очевидно как взять инициативу в свои руки действия делать действия и тестировать смотреть так водитель такси от которого зависит опоздаю я или нет на важные события игрок ну мы же не знаем он идет своим путем или нет да то есть есть у него свой какой-то квест или нет но бывает так что даже не водитель такси да то есть ты садишься начинаешь с ним разговариваешь и ты видишь что у человека есть свой какой-то квест и он по этому квесту идет да то есть что он нечто большее чем просто водитель такси да или он водитель такси который вот как водитель такси именно проходит свой какой-то квест а то есть квест это изменение да то есть если вы видите что человек хочет меняться становиться мега водителем такси например да пожалуй вот ксения фигура это эпизодическая роль а пустышка это люди на фоне кадра можно так сказать фон это все чем все что вы встречаете на поле но то что не не влияет на ваши на ваши действия ваши перемещения то есть мир полон всего да то есть мир хаотичен и полон там не знаю людей до 8 миллиардов людей на планете да вот это все фо да потому что вы взаимодействовать будете за всю свою жизнь там не семью миллиардами а может быть там с 1000 человек ну не с 1000 с 10 тысячами человек все остальные для вас фон положение вне игры когда вы выходите за поле да то есть вот вышел с фейсбука например все игра фейсбук закончена на например есть сейчас веселая игра в twitter да я туда вообще не захожу да то есть я не знаю какая там да что там происходит потому что я не на поле да получается что и естественно мы можем быть персонажами в чужих игра и пустышками тоже можем быть в чужих играх да то есть передайте за проезд да я беру и прекрасный я сложный с двумя высшими образованиями так далее да я беру передаю за проезд да я пустышка для для нее для этого человека я пустышкой делая репосты этого эфира я включаюсь в игру совершенно верно до обещанный подарок от вселенной я получу потому что буду ждать и высматривать его а самое главное вы будете готовы его принять да то есть мы подарки нам дают вот только бери мы их чаще всего не принимаем если вы будете готовы принимать подарки вы будете получать то есть вот это делая репост вы себе как бы даете себе право на принятие подарка правильно ли будет взаимодействовать только с игроками игнорировать пустышек и фигур но там тоже понимаете если и не игнорировать да это не значит что мы делаем вид что их вообще не не существует да то есть мы с ними взаимодействуем по правилам да то есть например если я встречаю контролера в не знаю где там в театре например женщину которая проверяет билет но будет странно если я например буду спрашивать у нее как у нее сегодня дела да или рассказывать как как у меня дела да то есть углубляться во взаимодействии то есть я ну поздороваюсь протяну билет возьму и пойду дальше все то есть ограниченные правила до которые не не требуют не требует более сложного взаимодействия ты рулишь это если у тебя есть миссия и действия да то есть если естественно если вы являетесь игроком да то у вас есть миссия если вы являетесь автором то вы сами эту миссию себе устанавливать да то есть те кто там давно со мной знают что я там устанавливаю устанавливаю для себя цель жизни да она сейчас сейчас как раз происходит то есть предыдущая цель жизни достигнута да сейчас я нахожусь в процессе формирования следующий следующий цель да то есть я думал что она займет у меня всю жизнь оказалось за 8 лет уложился значит есть возможность еще какую-нибудь цель поставить и достигнуть так знаки знаки это то что есть а если у меня знаки да знаки это подсказки которые помогают проходить квесты так и для таксиста я пустышка вы совершенно правы абсолютно дали то что для одного фон для другого может быть игроком и автором и персонажем абсолютно правда да так оно и есть бывает что мы переводим своим действием пустоту в другой вид участника да совершенно верно мы можем это делать да опять же если вы понимаете как это работает да вы не будете с одной стороны вы будете вы научитесь сокращать взаимодействие которое вам не нужно да и удлинять то взаимодействие которое вам нужно так еда если взять свой круг и свою игру и всех распределить по этой системе то можно понять как и с кем взаимодействовать совершенно верно абсолютно я для этого вам это все и рассказывать манипуляторы в реальной жизни только игры тоже игроки двигают персонажи ребят все люди манипулятор да то есть вот ребенок маленький когда начинает плакать да он уже манипулятор то есть маленькие дети которые еще разговаривать не умеют они гениальны манипулятор так что мы все любая коммуникация это манипуляция да то есть без а вот наш с вами разговор это манипуляция да то есть я спрашиваю человека который час это манипуляция да то есть я ему говорю какие-то слова после которых он посмотрит на часы и мне что-то скажет да хотя может быть он не хочет этого говорить да поэтому тут как бы другое дело да что существует не экологичные манипуляции которые нарушают нарушать баланс в отношении например если я вас свяжу и заставлю делать что то что вы не хотите то конечно это манипуляция да такая не экологичная но и за это может и ответ к привлечь вплоть до уголовного наказания карма это отдельный вопрос я тоже об этом говорил да то есть почему почему менгеле там прожил всю жизнь да и ничего и его никакая карма не достигла я думаю что почему это в некоторых случаях не срабо не работа не работает да почему некоторые люди проживают совершенно спокойно жизнь не страдает совершив ужасные преступления и не страдая ни от каких угрызений совести я думаю что у таких людей есть чисто физиологические проблемы с эмпатией да то есть они себя очень сильно отделяют от других людей а вот то есть это чисто в большинстве случаев это чисто такая чисто биологическая история а вот ну как бы сбой такой определенный поэтому вот есть да есть такие некоторые персонажи такие есть если вы хотите так ну я не знаю не знаю может ли человек настолько изменить свою физиологию чтобы превратиться в такого бессовестного менгеля мне кажется что не и так дальше вот смотрите вот мы определили как бы основные основные понятия и теперь давайте посмотрим какие есть стратегии прохождения игры вот смотрите я нашел четыре стратегии первая стратегия это играть по правилам да то есть вы определяете какие есть правила до перебором действий да то сделал это получил такой результат сделал другое получил такой результат выбрал какой результат мне больше нравится да дальше начинаешь его повторять и получать следующий и двигаться по квесту дальше так перебирая действия и получая результат 1 играть по правилам второе нарушать правила да есть люди которые вообще все правила всегда нарушают панки вот всегда нарушают правил единственное правило никаких правил третье взламывать правила да то есть стараться находить такие дыры в правилах при которых ты делаешь действие но получаешь результат не предусмотренный правило и наконец создавать правило то есть формулировать ограничения которые будут работать в игре и соответственно да дальше настаивать на том и доводить всех остальных до того что все этим правилам пользуются да например вот иисус христос пришел до создал правила определенные и дальше больше двух тысяч лет мы уже по этим правилам существует да или например люто в какой-то момент давать христос уж там отдельная тема бог он или не бог это много лет дискуссионный вопрос который нас может слишком далеко завести но вот люто совершенно точно человек определенно не являющийся богом и даже не являющийся пророком да он взял и установил свои правила да то есть поменял правила и для довольно большого количества населения эти правила оказались приняты законы государства так то же самое устанавливается какие-то правила да и дальше эти правила начинают начинают существовать правила этикета то же самое там может быть уже причина этого появление этого правила давно утрачено да скажем там ну не носят уже там сейчас подвязки такие но какие-то традиции связанные с подвязкой сохраняются до сих пор вот четыре стратегии играть по правилам нарушать правила взламывать правила и создавать правила как вы думаете напишите сейчас в чате какая из четырех стратегий наиболее результате конституция совершенно верно это свод правил игры конечно же до реформы референдумы стиле так четвертое смотря какая цель тот кто придумал bitcoin установил свои правила да совершенно верно так хорошо очень хорошо да мне нравится мне нравится как вы думаете вот смотрите да то есть можно посмотреть и мы видим что вот есть люди которые играют по правилам и выигрывают есть люди которые нарушают правила и выигрывают есть люди которые взламывают правила и выигрывают есть люди которые создают правила и выигрывают но есть люди которые играют по правилам и проигрывают есть люди которые нарушают правила и проигрывают которые взламывают правила и проигрывают и которые создают правила и проигрывать то есть в и вот сейчас самое важное ради чего я вообще все это занятие и затея что если вы выбираете только одну стратегию вы в итоге неизбежно проигрывать то есть если вы решаете что я буду всю жизнь только играть по правилам вы на длинной дистанции да то есть чем дольше вы будете играть тем больше на короткой дистанции если вы попадете в тот момент когда правила не меняются да и все нормально я играю по правилам и я выиграл да например в советское время можно было играть по правилам и выиграть да и таки но на длинной дистанции люди которые играли по правилам они всегда проигрывают и в советское время потому что правила менять и есть люди которые нарушали правила да и только нарушали их на короткой дистанции они могли выиграть и мы знаем такие истории бунтарей которые вот краткий период были успешно а потом разбились и все ничего ничего у них не получилось да есть люди которые взламывают правила до условно говоря там пикассо человек который взламывал правило но мы видим что на длинной дистанции он то взламывал правило то играл по правилам то создавал правило то есть наиболее результативно это чередовать стратегии по ситуации да то есть нужно понимать то есть как только мир застыл и стал неизменным надо играть по правилам да если чувствуете что назрело назрело разрушение мира да можно нарушать правила да если мир только создается да можно создавать правила да если правила пока не установлены да в них есть большое количество дыр их можно взламывать если посмотреть на историю да там скажем история культуры постреволюционное время я сейчас читаю замечательную биографию шолохова да то есть написанную захаром прилепиным я не очень люблю его собственное произведение но биография у него замечательно совершенно уровень проработки невероят больше тысячи страниц тонн и вот шолохов да он в какой-то момент он создавал правила в какой-то момент он взламывал правила в какой-то момент он нарушал правила и в какой-то момент он играл по правилам да то есть когда надо было и в партию вступил и и письма против солженицына подписывал да и в президиумах сидел да а когда надо было там он описывается история как он переругался совсем как причем в тридцать седьмом году он переругался совсем руководством местного местного своего нквд да и ходил буквально там по лезвию бритвы да то есть вот для него был тот момент когда он мог взламывать правил да когда он мог нарушать правила и в итоге ему это сошло с рук а например бабили не сошло в мир хольду не сошло и так вот то что я вам хотел рассказать и если идея понятно то напишите что все понятно если есть какие то вопросы я готов на них отвечать и пока вы пишете я дам задание задание на неделю потренироваться в играх до выбрать как мы как мы играем да то есть мы выбираем какого-то персонажа в которого мы играем да и постараться в течение дня хотя бы раз в день какое-то время существовать в роли этого персонажа на то есть проще всего входить в игру да то есть можно и не через персонажа да а через сеттинг игры но проще всего через персонажа да он может быть вымышленный персонаж до рыцарь странствующий я например когда ходил ходил делать прививку от коронавируса как какие были прекрасные времена когда мы делали прививки от коронавируса да я играл в драконоборца да то есть борца с драконом и это тоже было да то есть придуманный персонаж придуманный сеттинг и дальше я в это дело все игра я ходил за эликсиром который помогает защищает от дракона вот это было прикольно и весело но и может быть какой-то персонаж допустим существующий в популярной культуре или реально существующий или существовавший и попробовать выбирать такие ситуации в которых вы чувствуете себя неудобно в роли самого себя да например вы ведете какие-нибудь переговоры а представьте как бы эти переговоры вел бы даже не илон маск да а как бы их вел тони старк железный человек и посмотрите насколько вам комфортно будет в этой роли может быть некомфортно поменяйте возьмите другую роль то есть вот здесь нам надо именно потренироваться потестировать или например когда нужно начинать какую-нибудь сложную работу до берете надеваете на себя персонаж томаса эдисона который до сделал 10000 подпит под попыток разрабатывая лампу накаливания да ему разгоняться не надо да то есть он с нуля до до 1000 миль разгоняется мгновенно или например когда не пишется берете и надеваете на себя льва толстого и если я лев толстой то конечно же софья андреевна не становитесь между мной и письменным столом любопытно кстати говоря если вы читали читали этот самый велтистого при приключения электроника там замечательная совершенно третья книга в которой описывается как весь класс делает какие-то научные открытия и там даже гусев находит там способ усиливать мышцы человека сыроежкин открывает сверхновую один персонаж доказывать теорему фирма интересно он очень ее делал да то есть он приходил с работы надевал костюм фирма надевал парик да то есть халат надевал и гусиным пером писал формулы на какую-то там специальной бумаги да то есть может быть какой-то какие-то внешние признаки персонажа да то есть если я делаю вот это я становлюсь таким персонажем надеваю там не знаю эти часы или эту эту одежду надеваю или например нужно выступать публично да а я там боюсь это делать ну давайте-ка я выйду в виде родислава гандапаса видео при уинфри у которых нет проблем с выступлением публичности и вот в течение недели попробуйте пять дней пять раз поиграть в каких-то персонажей поиграть в какие-то игры естественно соблюдаем экологичность да то есть не травмируем нет не травмируем не травмируем пустышек персонажей и других игроков до фигуры не не травмируем других да и не стараемся не травмировать себя не выбирать игры связанные с нанесением физических и моральных травм также посмотрите и понаблюдайте какие чужие игры вы видите когда вас вовлекают в какую-то игру да и вы готовы в эту игру поиграть или вы не готовы в эту игру поиграть да то есть например когда вы входите в магазин вы начинается игра в магазин да вы становитесь покупателем и дальше у вас есть определенные правила вы должны взять корзинку в корзинку сложить продукты и так далее так да то есть понаблюдайте вот на эти в какие игры вы включаетесь в течение дня и попробуйте в течение недели играть по правилам сознательно до нарушать правила нарушить хотя бы одно какое-нибудь правило опять же следим за экологичностью чтобы вас в турму не посадили создавать какие-то правила и пробовать взломать хотя бы одно какое-то правило и ежедневный отчет сдаем в таком виде сегодня играл в такого-то персонажа получил такие-то такие-то результаты если не хотите делиться тоже вполне понимаю пишите играл в секретного персонажа получил секретные результаты опять же отчеты пишем в любом случае даже в таком усеченном за неделю можно отработать либо одного персонажа до в одного персонажа пять раз сыграть либо в нескольких персонажей и в конце недели напишите отчет как все прошло и соответственно до дополнительное задание научиться распознавать чужую игру понимать какие правила в чужой игре и пробовать в чужой игре выигрывать вот такое задание чем больше да есть еще один нюанс сейчас я отвечу на ваши вопросы если они есть я пока их не вижу люди очень часто нас на нас надевают одного какого-нибудь персонажа им дико не нравится когда мы превращаемся в какого-то другого персонажа то есть вот если про одного человека решили раз и навсегда что он вот это да и когда он вдруг хочет делать что-то другое до всех это дико раздражает да а почему ты это делаешь ты ведь должен вот это дело да ты журналист почему ты вдруг стал сценаристом как свое время я был журналистом и был в общем достаточно известным журналистом занимал большие посты в крупных изданиях газете метро и газете взгляд да и был известен как блогер журналист в жж а потом вдруг раз и стал сценаристом как ты как-то посмел стать сценаристом а потом стал преподавателем да создал школу тоже опять же как ты посмел ты должен сидеть и писать сценарий тебе никто не разрешал преподавать вот и людей дико бесит так хорошо друзья мои теперь готов отвечать персонаж меня как вам еще раз если вам интересно одного персонажа взять и в этого персонажа всю неделю играть то окей но лучше конечно нескольких персонажей попробовать в роли персонажа или игрока смотрите вы игрок в тот момент когда вы себе выбираете персонажа да то есть если вы выбираете себе персонажа то вы являетесь игроком если вам на вас на деле персонажа кто-то другой надел на вас персонажа да и дальше вы и вы этому подчинились да вы становитесь фигурой как только вы начинаете самостоятельно принимать решение вы сразу же становитесь игроком поэтому это может быть и чужая игра может быть и ваша игра да то есть вы как автор можете выступать видеоиграх я читер многие это не любят да да то первое не пицца и да да куда все это мы знаем так можно поиграть в анжелину джоли которая даже дома не носит джинсы на дело платье образ уже другое движение другие вы совершенно правы так паре нарушение пример про нарушение правил очень опасный я уже ребят уже несколько раз по моему сказал что мы проверяем любое наше действие на этом тренинге и сегодня уже полно раза три сказал да мы проверяем на экологичность да то есть чтобы не наносить вред не окружающим не себе да то есть чтобы не не пострадали мирные жители от ваших игр да то есть условно говоря не должно быть такое что вы сейчас пойдете в магазин воровать продукты а потом скажите мне молчанов велел ребят но не экологичный пример да то есть вы как вредите и окружающие себе я это осуждаю категорически так вот завтра со справкой в роли себя не очень прям не улыбается придумаю себе роль да например так регулярно этим занимаюсь перед камерой публичными выступлениями до прыгаю в костюм профи совершенно верно так поиграла бы в стивена джобса почему нет так неделя будет огонь ну надеюсь что так не очень понимаю разницу между нарушай и взламывая правила смотрите когда вы нарушаете правила да вы не знаете какой результат вы получите да когда вы взламываете правила да вы прогнозируете результат да то есть что вы хотите когда вы нарушаете ваша ну как бы что на что вы надеетесь да вы надеетесь на то что наказание либо вас минует да либо вы сможете его пережить да то есть я нарушаю правило мне за это плюнуть лицо да например но якобы кейс да то есть я подхожу к девушке на улице и говорю можно пригласить вас на свидание да и понятно да в девяти случаях из десяти я получу пощечину да но в одном случае из десяти мне скажут да как раз вот сегодня вечером мне нечего делать идемте идемте на свидание да то есть вот нарушение правил я правило нарушаю да но последствия я готов эти последствия получить но я могу взломать правило да например условно говоря завести какого-нибудь я сейчас фантазирую да это не обязательно приведет к результату да но завести какого-нибудь виртуала с и через этого виртуала знакомиться с девушками приглашать их на свидание да и таким образом там их защиту обходить опять же специально привожу такой жесткий пример так самое сложное отношение с мамой прикольность прикольного придумать какую-нибудь игру с мамой до при которой вы не травмируете друг друга да а вообще в идеале до делать какую-то придумывать какую-то игру при которой ваш партнер думает что он вами манипулирует а на самом деле вы манипулируете да то есть вы как бы друг другом манипулируете но при этом там результат получаете тот который вам нужен а не тот который от вас нужно. Переговоры, это вот любые дипломатические переговоры, это как раз такая игра, в которой с каждой стороны автор, с каждой стороны автор управляет каким-то персонажем, постоянно меняются правилами. То есть я смеюсь, когда я слышу вот этот мир установленный, мир основанный на правилах. Мы понимаем, что правила, вот эти установленные правила, они меняются каждый месяц. Так. Чем отличается? Взломать от нарушать сказал. Отсекла чужую игру. Ох уж это ведро с крабами. Да, есть такое, есть такое дело. То есть по этому поводу это отдельная тема, да, теория игр, там мы далеко можем уйти туда. Не очень хочется дать дилемму заключенного и так далее. Быть неудобным персонажем надо уметь. это тоже привычку надо тренировать. Да, в некоторых ситуациях можно быть неудобным персонажем. Да, но опять же это не должно стать единственной стратегией. У вас должен быть выбор между стратегией. Понимаете? Вот с этой женщиной, с которой мы пообщались, да, в метро. Например, ну, у меня рост метр восемьдесят. Я вешу девяносто килограмм. Да, то есть я могу локтем задеть человека и и убить его случайно. Да, то есть я мог бы, например, там, не знаю, заорать на нее, там, толкнуть или еще что-то, да, физическое воздействие какое-то применить. Да, вот неудобный персонаж. К чему бы это привело? Ну, я думаю, что я бы день закончил в милиции. Но при этом, например, вот помянутый выше Демчок, тоже мне очень нравится история, да, варианты стратегий. Он рассказывал, по-моему, про про кого же? Про Охлобыстина, по-моему, он рассказывал, значит, что кто-то, он попал в какую-то дорожную ситуацию, да, какой-то там чувак на джипе его подрезал. Вот. И он ему бросил на сиденье детскую учебную гранату. Игрушечную. Да, то есть, вот неудобный персонаж, действие неудобного персонажа. Чувак просто выскочил и побежал из машины. Да, вот одна реакция. А если бы у него там рядом, например, лежал бы, лежал бы автомат Калашникова на сиденье. Что, в общем, вполне может быть, да. И он бы взял эту гранату, выкинул бы, достал бы автомат и расстрелял бы его. Да, и такие ситуации были. Да, вот Талькова убили при перестрелке между телохранителями. Да, или другая ситуация. У того же самого Демчога он тоже попал в какую-то аварию, да, с кем-то там столкнулся, поцарапался. Ну, что-то такое не особо опасное, да, но тоже вышел мужик и начал орать на него. И Демчог подошел к нему и обнял его. И все. И мужик там чуть не разрыдался. Да, нужно научиться использовать ту или иную стратегию, которая будет выигрышной. В идеале, конечно, мы это на уровне интуиции чувствуем. Да, то есть, мы чувствуем, что сейчас надо прикрикнуть или наоборот подойти и обнять человека. Все, ребят, я выше объяснил разницу между взломать и нарушать. Я вижу, что вызвал это вопросы, поэтому, если что, переслушайте запись. Так, персонаж, это нарушитель, создатель не понял вопроса. Получается, что когда мы в чужой игре, то мы становимся хакером. Не обязательно. Мы совершенно спокойно можем в чужой игре играть по правилам. Нет никакой проблемы с тем, чтобы играть по правилам. То есть, когда я прихожу в магазин, я же не пытаюсь каждый раз взломать правила игры в магазин. Да, я их просто соблюдаю. И меня не устраивает абсолютно. Так, я долгое время была персонажем, который бегал за сыном, уговаривал его заставить заниматься уроками. Теперь мне все равно, сын сам за мной бегает. Прикольно. Так, игра в персонажа, это попытка сделать то, что ты раньше не делал. Не обязательно. Может быть, то же самое, сделать то же самое, что вы уже делали, но сделать по-другому. Может быть, вы даже действия сделаете те же самые, но наполнение этих действий для вас будет совершенно другим. Теоретически, это предполагает новый результат, а вот посмотрим, не знаю, может быть, и другой результат приведет. подговорить друга, чтобы он напал на девушку и спасти ее, это и значит взломать правила. В принципе, да. То есть, в принципе, это хакерство. Другое дело, что я бы, например, на это не пошел, опять же, в силу опасности, то есть, в силу неэкологичности. Вот проверку на экологичность мы все время делаем. Почему? Потому что, ну, во-первых, вдруг нападет на девушку, а вдруг он ее травмирует. Да. А во-вторых, так или иначе, он ее духовно травмирует, психически он ее травмирует. Да, то есть, она будет теперь бояться ходить на нападение, бояться ей, может, после этого, блин, пять лет к психотерапевту ходить. Да, а если она возьмет, достанет нож и ему в глаз воткнет, например. Да, то есть, это все, я бы на такие вещи, конечно, не пошел бы никогда. Но, в целом, принципиально, да, это, это игра, да, это хакерство. Так, сложно, да, сложно. Жить вообще сложно, да, и вот сама эта идея, да, опять же, все люди, которые эффективны, в чем бы то ни было, они это делают. Просто они чаще всего это делают неосознанно, а мы можем осознанно делать. Так, еще важно, чтобы тебя приняли в игру те, с кем ты хочешь играть, они относились так, как пустышки. Как? Ну, нужно понять правила и по этим правилам действовать. Условно говоря, в некоторых тусовках, да, для того, чтобы вы попали в тусовку, нужно, чтобы вас представили. Да, вот по правилам существует так, вы не можете войти и сказать, здравствуйте, я дядя Саша Молчан. Да, например, меня знакомили в свое время с руководством там, одного крупного телеканала. Причем там заход был вообще там левой ногой через правое ухо, то есть меня знакомили, рекомендовали люди из одной политической партии, с которыми мы были знакомы в Вологде, да, они меня по политической вот этой линии, да, меня знакомили и представляли здесь, в Москве. Да, не буду говорить, какого, но вот смысл в том, что, да, там просто с улицы зайти было нельзя, надо было, чтобы кто-то представил, ну так найдите, чтобы кто-то вас представил. Так, персонаж, это, нет, 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 смотрите, персонаж, опять же, здесь может быть по-разному, да, то есть, вы можете, вашего персонажа могут называть хакер, да, я играю в хакера, вот, но проще, да, брать не, чем конкретнее будет роль, тем вам проще понять, что от этой роли требуется, да, от этого персонажа требуется, потому что в абстрактной роли не, ну, слишком, слишком много всего придется создавать, да, возьмите какого-нибудь конкретного хакера, да, и, не знаю, Илон Маск, например, типичный хакер, вот, и дальше, да, вы знаете, там более, у вас есть, опять же, понятно, мы не знаем, какой Маск на самом деле, да, но у нас есть некая проекция, да, некое понимание того, как он движется, как разговаривает, как он решение принимает, и так далее, и так далее, да, то есть нам на себя, Илона Маска, надеть проще, чем абстрактного хакера. Так, я имею в виду, когда в чужой игре взламываешь правила, ты хакер? Да, разумеется, конечно, да. Так, сложно, но не трудно. Да, я согласен с вами, сложно, почему? Потому что много вводных слишком. И, опять же, когда вы в этом разберетесь, да, попробуйте, вот пять раз, пять персонажей вы отработаете, вы это развидеть уже не сможете, вы все время это будете видеть. И вам будет очень легко, то есть это, ну, скажем так, прохождение жизненных квестов, это упрощает кратно, то есть, ну, намного проще становится. То есть, вот у меня, я интроверт, я не, ну, мне тяжело общаться с новыми людьми, но, опять же, благодаря вот этим игровым стратегиям, да, я могу легко вообще в любом, в любом новом обществе взаимодействовать, да, то есть, потому что я могу там, ну, во-первых, какие здесь правила, да, и эти, по этим правилам пройти, да, чтобы меня представили, например, сделать так, чтобы меня представили, если что, я могу надеять на себя какого-нибудь персонажа и дальше в этом персонаже существовать. Так, когда выбираем персонажа, насколько важно быть знакомым с биографией персонажа? Смотрите, нам не важно, что там было на самом деле, не важно, каким на самом деле был Пикассо, не важно, каким на самом деле был Лев Толстой, важно, какой мы же на себя не настоящего Лева Толстого надеваем, да, мы надеваем некую проекцию, некое ваше представление о том, каким был Лев Толстой. Возможно, он бы не узнал себя в вашем образе. Поэтому, да, достаточно иметь некое поузнание. Так, мы все время кого-то играем. Конечно, мы все время кого-то играем, мы все время меняем роли, да, есть роли, которые с нами срослись. Это так, совершенно верно, да, и мы этого даже не понимаем. Даже не выходя из дома, можно отыгрывать персонажа. Конечно, да, можно. Так, хорошо, друзья мои, большое вам спасибо за внимание. Увидимся на следующей неделе в следующий понедельник в 12 часов по Москве. Запись будет здесь, ВКонтакте. Домашки делаем здесь. Еще раз напоминаю, что идет полным ходом набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма. Ссылка в описании. Народ уже там начинает потихоньку вписываться. И еще раз напоминаю, друзья мои, готовят уже праздники, планируют. Если кто-то планирует на самодисциплину попасть, то, опять же, вся информация на сайте. На сайте Шичингору. Как туда вписаться. И планируйте, если идете, то планируйте, что с 1 по 10 число каждый день в 12 часов у нас будет прямой эфир. Желательно, конечно, быть в прямом эфире. Я очень люблю самодисциплину. Всегда новогодние праздники. Такой заряд энергии и бодрости на целый год. И, конечно, уж это гораздо продуктивнее, нежели там 10 дней пролежать на диване, смотреть сериалы и есть салат Оливье. И потом ничего, кроме изжоги, из результатов не получить. Все. На этом мы сегодня прощаемся. И до следующего понедельника. Пока-пока.